День фотографа Результат съемки зависит не только от опыта и профессионализма фотографа, но и от модели. Поэтому любая фотосессия требует как подготовки внешнего образа, так и психологического настроя. Приходят люди, которые в первый раз пришли фотографироваться. Они стесняются или еще что-то. У них волнение. Некоторые, если честно, даже бывало, что и плакали. Фотографы говорят, как правильно встать, как нужно сделать. Но это все идет на контакте. У них такая энергетика, что они охватывают, или человек просто забывает о своем страхе и раскрепощается. Очень часто ко мне приходят люди, которые вообще в первый раз приходят на фотосессию и имеют некую зажатость. Чтобы раскрепостить их, обычно я говорю комплименты, включаю музыку. Но чаще всего действует другой метод. Это сказать, что просто меня нет вообще в помещении. Занимайтесь тем, чем вы занимаетесь в обычной жизни. Фото для меня это фрагмент жизни, который хочется запечатлеть на долгую-долгую память и спустя года пересматривать вновь и вновь. Принято считать, что фотограф по призванию должен заниматься только съемками, не распыляясь на другие виды деятельности. Эта творческая профессия предполагает не только хороший заработок, но и навыки художника и даже дизайнера. Фотографию может пойти абсолютно любой человек. Абсолютно любой. С любым уровнем знаний, с любым отношением вообще к жизни, мировоззрением. Возраст полный не имеет значения. Человеку хочется закончить со своей рутиной и перейти в мир веселья, радости и волшебства. Не говорю, конечно, что жизнь любого человека – это что-то такое очень скучное, но потребность в творчестве, она присутствует у подавляющего большинства. Очень много примеров в школе, когда студенты, являясь, опять же, нетворческими товарищами, уже 30-40 лет, уже 10 лет там поварились в своей сфере, очень многому много там сделали, добились карьерного роста. И они эту карьеру заканчивают на каком-то пике и переходят в новую стезю, начинают заниматься фотографией. Фотограф входит в топ-5 лучших профессий для свободного заработка. Существует множество сайтов, где люди делятся своими снимками, оформляют аккаунты с изображениями в едином стиле и даже на данном этапе могут получать прибыль. Фотография общедоступная стала благодаря смартфонам, то есть сейчас каждый может абсолютно фотографировать, и он делает это, просто он не понимает, что он уже занимается фотографией. Человек, который снимает на телефон, он может прийти и получить там очень глубокую информацию по композиции, по обработке, по, в общем, много всему чему еще. Фотография – это уникальное явление, без которой наша жизнь не была бы такой увлекательной и запоминающейся. Ведь нет ничего важнее, чем запечатлеть на фото любимые лица, красивые места и моменты, которые, может быть, никогда не повторятся.